МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой сегодня. Вода идет. Что говорят спасатели и синоптики о скором паводке? 18 ударов ножом женщине, ожидающей ребенка. Подробности преступления в Александрневском. Сообщи, где торгуют смертью рязанцы, откликнулись на призыв наркополицейских. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Рязанские спасатели и, конечно же, жители традиционно весеннеподводных районов готовятся к паводковой атаке. Затянулась зима, грязно солнышко, приходит тепло. Другими словами, вода может быть большой и быстрой. Напомним, прошлой весной чрезвычайной ситуации сложилась как в далеких районах, Кадымском и Ермишинском, так и в относительно близких к Рязани. Плавали Михайлов, Спаск, Сараи. Целый месяц с 11 апреля по 11 мая на территории региона действовал режим чрезвычайной ситуации. Примерно тоже, предполагают эксперты, будет и в этом году. Может быть потоплено паводковыми водами 18 населенных пунктов. Это около 2000 домов и 7000 жителей. Особого внимания начальство и спасатели рязанцы ждут к так называемым гидротехническим сооружениям. Проще говоря, люди опасаются повтора трагедии курортного городка Крымска. Сколько не вещали официальные источники о том, что страшные наводнения там случилось из-за того, что дождик прошел, никто этому особо не поверил. Тем более, сами жители Крымска. У нас зоны особого внимания – это гидроузлы в Гермишинском, Касимовском и Кораблинском районах. Другие подробности о паводковой ситуации в репортаже Оксаны Тебенихиной. В Рязанской области вовсю идет подготовка к весеннему паводку. Так как в марте ни с того ни с сего выпала месячная норма осадков, а средняя температура в апреле будет чуть выше нормы, воды будет много и придет она уже вот-вот. В предстоящие дни, к сожалению, характер погоды изменится. Уже с 5 апреля ожидается приближение циклона с Украины, которое принесет с собой облачность и осадки различной интенсивности. Температура воздуха в пятницу ночью составит минус 3, плюс 2 градуса, днем плюс 5, плюс 10. 6-7 апреля сохранится влияние этого циклона. Ожидается преобладание облачной погоды и по области местами, временами пройдут осадки. 7-го даже не исключен снег. Температура воздуха 6-го апреля еще будет положительной днем и ночью. Ночью 0, плюс 5 градусов, днем плюс 4, плюс 9. А 7-го апреля уже понизится чуть-чуть. Ночью она составит минус 3, плюс 2 градуса, а днем плюс 2, плюс 7. Тем не менее, в черте нашего города, по всем прогнозам, вода должна подняться до отметки в 6 метров. Наблюдать за ситуацией будут 16 гидрологических постов и группа воздушной разведки. По прогнозам, вода будет очень высокая и, скорее всего, даже выше, чем в прошлом году. Значит, надо организовать мероприятие, способствующее быстрому оттоку воды. Пока еще не поздно, у нас есть с вами несколько дней. Скоро лед на реке сдвинется и пойдет по просторам Аки. Сотрудники МЧС готовятся и к этому. На реках нарезают лед ломтями, чтобы при большой воде плавучие торосы не снесли провинциальные мостики. Ситуацию будут усложнять лишнерадивые любители зимней рыбалки. На их благоразумие, надеяться, наверное, даже не стоит. К сожалению, это как раз то время, когда происходят несчастные случаи с рыбаками, которые выходят на лед и, не соблюдая мер безопасности, попадают в происшествия, в результате которых, как правило, происходит смерть. Кстати, для ликвидации возможных ЧП на территории Рязанской области создан материальный спецрезерв, который составляет чуть больше 173 миллионов рублей. К другим темам. Наша автор Марина Комиссарова встретилась с жительницей Александра Невского Ольгой Горбуновой. Напомним, ее 18 раз ударил ножом гражданский муж Руслан Халилов. Это произошло прямо на рабочем месте женщины Ольга Кассир в супермаркете. Сейчас она проходит лечение в областной клинической больнице, а вот что удалось узнать Марине Комиссаровой. Надо сказать, когда я пришла к ней в больницу, чувствовала она себя уже более или менее хорошо, по ее словам. То есть, когда ее изначально привезли в ОКБ, она не могла пошевелить рукой, ногой, то есть, вообще, состояние было крайне тяжелое, и опасались врачи за плод. Двадцать ударов ножом, конечно. Ну да, сейчас вот ребенок в безопасности, то есть, в июне она ждет пополнения, скажем так, в своей семье. Рассказала нам Ольга о том, как все произошло. Дело в том, что с гражданским мужем своим, Русланом, жили они в течение семи лет, но не расписывались. У них совместный ребенок есть, четырехлетний мальчик, и все эти семь лет, как сказала Ольга, Руслан периодически избивал ее, и на почве ревности возникали очень часто конфликты. Доходило до того, что, когда Руслан уходил из дома, он Ольгу запирал в комнате, чтобы она никуда не могла выйти. Ну, в конце концов, конечно, нервы не железные у девушки. Три-четыре месяца назад, как она сказала, она ушла от него. Но все эти три месяца он ей угрожал, говорил, что жить ей спокойно не даст. То есть, ее даже с работы встречал отец, на работу отвозил отец, без присмотра не оставляли. Какое-то средневековье, в отдельно взятом Рязанском районе, Новодеревенском. Да, причем, что примечательно, Ольга в течение вот этих семи лет никому не жаловалась, не рассказывала. То есть, даже родители не знали. Побоев там не было видно на теле, потому что муж заставлял ее носить очень закрытую одежду, а сама Ольга никому не жаловалась. То есть, родители вот только-только узнали о том, что вот в таком кошмаре она прожила столько лет. Ну, и настиг он ее прямо на рабочем месте, насколько вот нам известно. Да, то есть, среди рабочего дня он пришел в магазин. По словам Ольги, он начал очень громко кричать, разбираться. Она попросила его приехать завтра. Завтра у нее должен был быть выходной. Он бы встретился как раз со своим сыном, и, как Ольга сказала, выяснили бы отношения в очередной раз. Но вместо этого он достал огромный нож и бросился к ней. Она стояла за кассой. Посетители магазина, в том числе там были молодые люди, как Ольга сказала, разбежались в рассыпную. То есть, помогать ей никто, естественно, не стал. Вернее, это не естественно, а противоестественно. Единственное, что из коморки какой-то выскочила женщина-товарвет. Сказали, что хрупкая маленькая женщина повисла на руке вот у этого Руслана. Руслана и единственная, кто защитил Ольгу. Ольга сама сказала, что сначала она подумала, что он ее кулаками бьет, но не осознала, что ножом. И только вот когда его уже оттащили, она начала терять сознание, упала и поняла, что из нее кровь течет. То, что он не попал ей в живот, это чудо. И спасло ее только то, что она за кассой стояла. То есть, касса не дала. Какая защита была. Да, 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 не дала мужчине. А так, 18 ножевых ранений на теле у девушки было. Официальные данные в связи с этим делом на сегодняшний день таковы. В настоящее время уголовное дело расследуется в отношении мужчины по ходатайству следствия избранным мероприятием в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 30-й, частью 3 статьи 105-й, покушение на убийство. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств вины мужчины, назначили необходимую судебную экспертизу. Мужчина в совершенном преступлении полностью раскаивается, вину признает, объясняя свои действия тем, что сожительница ограничила его в общении с первым ребенком. Рязанские наркополицейские на этой неделе отчитались о первом этапе акции «Сообще, где торгуют смертью». Она проходила в области во второй половине марта и дала весомый результат, да и то, кто будет терпеть в соседней квартире или доме притон наркоманов. Однако акция могла бы пройти еще эффективнее, если бы наши сограждане оставили в стороне такие жизненные принципы, как «Моя хата с краю, ничего не знаю» или «Мое дело сторона». В управлении госнаркоконтроля подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За шесть лет, что существует данная акция, население Рязанской области привыкло тесно сотрудничать с наркополицейскими. В ходе нынешнего минувшего этапа акции с 18 по 29 марта на телефону доверия Управления наркоконтроля и межрайонных отделов, а также по электронной почте поступило 27 сообщений от граждан о возможной торговле наркотиками и содержании наркопритонов. В общей сложности за 10 дней из незаконного оборота было выведено больше 9 килограммов наркотиков. Наиболее крупные партии наркотиков изымались в Касимовском районе, в Спасском районе и Скопинском районе. С рязанскими, с позволения сказать наркобаронами, бороться нужно в границах региона, ведь основной проблемой нашей области по-прежнему является дезаморфин. Остальное разнообразие сомнительных удовольствий появляется извне. На сегодня все. Итоги уходящей недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». До встречи в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин